Когда начнём строить, полигон получат. Все сегодня интересуют это. Мусорный полигон Кежемского района заполнен больше, чем наполовину. Это одна из многих проблем, которые волнуют граждан. В районном ДК полный аншлаг. Жители из ближайших сёл и деревень приехали, чтобы задать свои вопросы главе региона. Каждый хотел высказаться и о чём-то попросить. Среди проблем разбитые дороги, высокие тарифы на ЖКХ и многое другое. Идём по пути за открытие села, потому что тарифы ЖКХ просто нереальные, неподъёмные. Мы все пожелания передали Михаилу Михайловичу и очень ждём этого решения. Граждане очень даже хорошо выложили всё, что у них на душе. Теперь эти вопросы нужно рассортировать. Часть вопросов, конечно же, брать на себя, не переадресуя их в край. А часть, конечно же, можно с помощью губернатора зарегулировать уже в краевом уровне, в министерствах и ведомствах. Я понял, что жители соскучились по вниманию краевой власти. Мы этот дефицит внимания будем восполнять очень быстро. Сейчас договорились с жителями, что закрепим членов краевого правительства за территориями, с кураторством, чтобы бывали здесь почаще в тесной взаимосвязи с главами районов, городов, депутатами законодательного собрания, обсуждали эти вопросы и на регулярной основе давали гражданам ответы. Также в Рио губернатора посетил районную больницу. В комментариях его телеграм-канала кежемцы жаловались на отсутствие ремонта в поликлинике и нехватку персонала, узкопрофильных врачей и элементарно терапевтов. Для молодых специалистов в регионе нет жилья. Квартирный вопрос в краевом правительстве пообещали взять на контроль, а также решить проблему с кадрами. Следующей точкой в деловой поездке стал спортивный комплекс «Жемчужина». Его отстроили недавно, и жители начинают осваиваться в новом здании. В нем просторные светлые залы и 25-метровый бассейн, в который съезжаются все жители Кежемского района. Этот спортивный комплекс мы ждали, я вот ждал всю свою сознательную жизнь. До этого у нас, допустим, спортивные залы существовали только школьные. Доступ в школы посторонним людям ограничивается. И появление нашего спортивного комплекса, теперь просто, я так говорю, это для нас палочка-выручалочка. Из стратегических объектов глава региона посетил приангарский лесопромышленный комплекс. Михаил Катюков осмотрел цеха лесопиления и сортировки продукции, а заодно и проверил готовность предприятия к пожароопасному сезону. Особый противопожарный режим введен в 12 районах Красноярского края, но до северного Кежемского пока не дошел. Большая часть территории здесь – густые леса. Тушить очень тяжело, поэтому у нас есть авиаотделение, которое работает с воздуха, и наземная служба. Работаем как можем. Еще одна проблема – демографическая. Все больше местных уезжают в большие города. Остановить этот поток и сделать жизнь в Кежемском районе комфортной – одна из главных задач признают краевые власти. Стефания Микишова, Дмитрий Руц, Новости Прима.